В эфире информационная правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. В центре Гомеля горел цех обойной фабрики. До 10 лет лишения свободы за выстрел из газового пистолета. Новое нападение на таксиста. Во вторник Гомеля горел цех обойной фабрики «Фокс», которая расположена на улице Тельмана. О пожаре по телефону 101 сообщил очевидец. Пожар был в здании цеха номер 7 по производству обоев. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что происходит открытое горение утеплителя, кровли и сильное задымление внутри цеха. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли 16 машин спецтехники, в том числе 8 автоцистерн с водой. В результате пожара повреждена кровля. Напомним, что это не первое ЧП на данной фабрике. В 2011 году причиной пожара стало возгорание масляного котла емкостью 500 литров. Локализация пожара произошла в 14.16. Сейчас происходит, как видно, открытое горение. Все силы прошли на то, чтобы потушить пламя. Пока что печенопожар устанавливается, а пострадавших нет. В одном из СПК Реческого района сгорел коровник. Пожарные спасли из горящего здания более 190 коров. Инцидент произошел на территории производственно-сельскохозяйственного кооператива «50 лет октября», расположенного в деревне Гостевель Реческого района. О пожаре в МЧС сообщил заведующий фермой. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие в здании молочного блока коровника. По информации пожарных, пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается. В качестве одной из версий возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. На данном предприятии проводилась проверка сотрудниками МЧС, был выявлен ряд нарушений, вручен акт и предписание с указанными нарушениями. Поэтому необходимо обратиться к руководителям, что не игнорируйте, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, ведь от вас зависит имущество вашего предприятия, но и самое, что важно, это человеческая жизнь. В Гомеле в режиме видеоконференции прошло расширенное заседание коллегии областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. С апреля в регионе отмечается пожароопасный период. Именно потому главной темой для обсуждения стала работа по предупреждению пожаров в сельской и лесной местности. Сейчас остро стоит вопрос возгорания травы и кустарника. Несмотря на запрет, граждане продолжают самовольно выжигать растительный сорт. Буквально каждые сутки на Гомельщине регистрируется до 20 таких возгораний, по республике до 100. В большинстве случаев при наведении порядка на земле люди не выполняют элементарных правил пожарной безопасности, что приводит к серьёзным последствиям. Выгорает земельная территория и построение, которое находится на них. При ветре пожар быстро распространяется и иногда уничтожает строение соседей. Службы МЧС с другими субъектами профилактики ведут активную работу с населением. Однако далеко не все граждане прислушиваются к их рекомендациям. А гражданам рекомендация простая. Нужно просто не делать то, чего делать нельзя. И если вы уже там хотите навести порядок на своём подворье, то нужно соблюдать элементарные требования и нормы. Если вы уже хотите там спалить этот свой мусор, посмотрите, чтобы это не менее 10 метров каких-то построек, чтобы у вас рядом стоял какое-то ведро с водой, лучше какой-нибудь огнетушитель, чтобы это было место оборудованное, где вы будете там сжигать. Посмотреть, ветер какой на улице, чтобы не было. А лучше всего, конечно, не заниматься этим выжиганием, потому что, к сожалению, это всё очень чревато. Одно из последних по времени возгораний произошло в Светлогорском садово-огородном товариществе «Восход». При выжигании травы на одном участке огонь по сухой растительности перебрался на другой и в результате сгорела соседская дача. В то же время у деревни Грабск Жлобинского района горела трава на площади около трёх гектаров. Из-за быстрого распространения пламени возникла угроза возгорания леса. На тушение возгорания спасателям, работникам Жлобинского лесхоза и ОАО «Нивы» пришлось потратить более двух часов. Среди белорусов распространено мнение, что выжигание травы прогревает землю и обогащает её залой. На самом деле почва от настоящего огня прогревается незначительно, а вот почки и семена трав уничтожаются. При этом содержащиеся в зале сухой травы минеральные питательные вещества всё равно попали бы в почву при разложении. Учёными установлено, что травяные пожары приводят лишь к снижению плодородия почвы. Основная часть запасённого в растительности связанного азота высвобождается в атмосферу, становясь для растений недоступной. В республике и на территории нашей области в том числе в период с 11 по 15 апреля проводится специальное комплексное мероприятие «Арсенал». О том, какой вред может принести незарегистрированное оружие незаконно находящееся на руках у населения и как законным способом уйти от ответственности за его хранение в материале наших корреспондентов. Двум девушкам на остановке Костюковка в железнодорожном районе Гомеля поздним вечером повстречался нетрезвый молодой человек 1980 года рождения. Как позже установит экспертиза, в крови парня было до двух промилле алкоголя. Мужчина захотел познакомиться с одной из девушек, но дамам такой собеседник был ни к чему, и они попытались проигнорировать кавалера. Однако тот был крайне самоуверен и настойчив в своих намерениях. Одна из девушек словесно одёрнула парня и в этот момент прогремел выстрел. Женщина сделала замечание мужчине, на что он развернулся к ней на расстоянии трёх метров, выстрелил в ней лицо из предмета, похожего на пистолет, отчего женщина почувствовала сжение лица. Перепуганные девушки стали звать на помощь и умоляли не стрелять. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник милиции. Злоумышленник был задержан и взят под стражу. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Данное оружие является газовым пистолетом калибра 8 мм фирмы РЭК, немецкого производства. Он конструктивно предназначен для поражения живой цели газовыми патронами, так называемыми. При выстреле газовым патроном в человека либо в животное человек теряет ориентацию в пространстве, у него выделяются слёзы, он чихает. Теперь за свои действия неоднократно судимому мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Хочу всем жителям нашей Гомельской области напомнить, что если гражданин сам приносит в органы внутренних дел и добровольно сдаёт находящееся в незаконном пользовании огнестрельное оружие, он освобождается от любого вида ответственности. Также хочу напомнить всем нашим жителям области, перефразируя классика, о том, что если оружие находится в доме, оно рано или поздно выстрелит. Только за первый день специального комплексного мероприятия «Арсенал» из незаконного оборота выведено 31 единица оружия. К административной ответственности привлечено 11 граждан. В отношении двух человек возбуждены уголовные дела. Очередное нападение на таксиста произошло в Гомеле. Подозреваемый задержан по горящим следам. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Водитель одного из частных предприятий получил от постоянной клиентки заказ на поездку из одного района Гомеля в другой. Около дома номер 13 по проспекту Речицкий в автомобиль села заказчица вместе со своим знакомым. Каково же было удивление водителя, когда 30-летний мужчина под угрозой ножа, приставленного к горлу, потребовал отдать все деньги и сотовый телефон. Таксист понял, что это не розыгрыш, попытался спастись бегством. Его догнали и вновь посадили в машину на пассажирское место. Когда машина проехала несколько метров, водитель вновь попытался бежать. На этот раз удачно. Получили информацию о разбойном нападении, оперативно выдвинулись на место совершения. Ехав по улице проспекта Речицкого, увидели схожий по приметам автомобиль, который с проспекта Речицкого поворачивал на улицу Жукова, включив проблесковые синие-красные маячки. Потребовал водителя об остановке, на что водитель не отреагировал. Проехав еще 100 метров, водитель все-таки остановился, был немедленно задержан. В ходе досмотра у него был обнаружен нож, который изъяли. Далее на место была вызвана следственная оперативная группа. Как выяснилось, задержаны, ранее неоднократно судимы за имущественные преступления. Нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Люди не работают, после осуждения денег нет. Таким образом ищут легкую наживу и завладеть чужим имуществом. Заведомо зная, что таксисты имеют при себе, как всегда, денежные средства, потому что работают с людьми. Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. То есть срок достаточно большой. 30 метров над Сожем. Гомельчанин забрался на верхушку моста, чтобы сделать эффектное селфи. Парень пробыл на высоте около трёх минут. Когда карта памяти на мобильнике была заполнена, решил спуститься. К этому времени внизу уже дежурил катер освода. Пешеходный мост в парке – излюбленное место отчаянных гомельчан. Одни испытывают судьбу и забираются на него на спор, другие – чтобы свести счёты с жизнью. В 2014 году доступ к ферме пешеходного моста закрыли, приварив решётки к основаниям дуг. Однако такие меры по сей день не останавливают желающих забраться на высоту. Помните, что такие выходки часто приводят к смертельным происшествиям. Его криминальное призвание – мелкие кражи. В Мозере милиционеры задержали 32-летнего гомельчанина, который пробыл на свободе всего три дня. Молодому человеку грозит новый срок – юбилейный, десятый по счёту. В Мозере возле магазина «Жемчужина» сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на молодого человека, который предлагал прохожим разнообразные товары, причём по весьма демократичным ценам. К примеру, необычно скомпонованный набор – рыболовные снасти, магнитола и флешка – стоил всего 50 тысяч. Профессиональное чутьё не подвело, мужчину задержали. В итоге оказалось, продавец – 32-летний гомельчанин всего три дня назад освободился из мест лишения свободы. Деньги, которые выдали ему на дорогу домой, прогулял сразу же. Свобода, конечно же, пьянила. Но желание продолжить банкет побудило молодого человека вновь взяться за старое. С помощью ножниц он взломал автомобиль и забрал вещи, которые были внутри. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к другим фактам. Сотрудниками уголовного розыска Мозырского РОВД был задержан молодой парень, который до совершения преступления три дня освободился из мест лишения свободы и совершил кражу из машины. В настоящее время данный человек задержан и у него при себе были изъято похищены. А также было похищено и изъято и с других, предполагаемо, с других машин. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин